Гол – одно из самых приятных явлений в футболе. Это может быть мощнейший лонгшот, безумный удар слёту или же невероятная комбинация. Но иногда лишь одним голом футболисты полностью деклассируют своего соперника. Этими действиями они заводят не только болельщиков, но и соперников, ведь в этих случаях они демонстрируют невероятную наглость перед миллионами зрителей. И в этом видео я хочу вам рассказать о самых унизительных голах в истории футбола. Друзья, желаю вам приятного просмотра! И начнём, пожалуй, с самого безобидного гола, автором которого стал Рос Баркли в игре против Бормута. На последних секундах матча англичанин получил пас и помчался к воротам соперника. Рос подработал мяч, сблизился с вратарём, после чего одним движением оставил неудел голкипера и защитника Бормута. Игрок увидел перед собой пустые ворота, но вместо того, чтобы спокойно закатить мяч, Баркли издевательски развёл руки и начал праздновать ещё незабитый гол. А потом уже переправил снаряд в сетку ворот. Вероятно, футболисты Бормута не обратили внимание на акт высокомерия от полузащитника Эвертона, но, пересматривая игру, вряд ли им понравилась такая выходка Баркли. На 59-й минуте матча между Ромой и Сосоло поиздеваться над обороной решил на тот момент 19-летний полузащитник римлян Николо Дзанёло. Итальянец прорвался по флангу, финтом убрал защитника, и когда казалось, что футболист может пробивать по воротам, он решил сделать ложный замах. Отчего защитник и вратарь вовсе повалились на пятую точку, а Николо спокойно, как на тренировке, черпачком перебросил мяч через голкипера. Вратарь был в полной ярости от действий своего защитника, а тот лишь опустил голову и приуныл. Бразильский вингер-парижан Неймар не раз демонстрировал свои провокационные действия в сторону соперника. Футболист никогда не стеснялся лишний раз поиздеваться над соперником и исполнить радугу в не самых очевидных ситуациях. И в игре против Страсбурга Ней сумел поглумиться над обороной соперника. Джованни Ло Чельцо отправил изящную передачу на бразильца. Неймар убежал от защитника и, сблизившись с вратарём, хотел запустить мяч между ног, но снаряд отскочил от кипера и взмыл вверх. Ней принял мяч, пробросил его мимо второго дефа и спокойно переправил снаряд в незащищённые ворота Страсбурга. Оба защитника находились у штанги и не имели ни единого шанса на спасение. И забавно, что пока телезрители смотрели повторы с всевозможных ракурсов, футболисты ПСЖ сумели отправить ещё один мяч в сетку ворот. А с прямой трансляции фанаты наблюдали уже за празднованием Димарии. Видимо, гол Неймара настолько расстроил игроков Страсбурга, что спустя полминуты они умудрились пропустить ещё один гол. Друзья, уже сегодня Челси сыграет против Ювентуса, и мои партнёры из OneX дают отличные кэфы на такое событие. Пополнение без комиссии, ставка без риска и вывод на любую платёжную систему. А самое главное, если вы регистрируете новый аккаунт и введёте промокод FOODLIFE, то сразу же получите 25 тысяч рублей на свой баланс. Так что не теряя ни минуты, заходите по ссылке в закреплённом комментарии и забирайте свой бонус. Вечно перспективный вингер синегранатовых Усман Дембеле славится своей безумной скоростью, и продемонстрировал это француз в матче группового этапа Лиги чемпионов против Тоттенхэма. На шестой минуте Дембеле воспользовался ошибкой Уокера Питерса и, перехватив мяч, помчался к воротам шпор. Чуть замедлив скорость, он снова поиздевался над англичанином, прокинув мяч мимо защитника. И в тот момент, когда все ожидали удара, Дембеле на замахе убрал Гарри Уинкса и пробил точно под руками Уго Лориса. Получился супер-гол в исполнении француза. В матче чемпионата Франции между ПСЖ и Бастией шикарным голом отметился нападающий парижан Эдинсон Кавани. Уругвайц получил пас от партнёра, вошёл в штрафную площадь гостей и замахом оставил позади обороняющихся футболистов. Вратарь вышел с линии ворот, а Кавани лишь ложным движением усадил галкипера на газон, после чего с острого угла вансил мяч в сетку ворот Бастии. Эдинсон славится своей невероятной результативностью в завершении атак. Но, видимо, выступления на фланге, будучи футболистом Палермо, оставили в его карьере славное ДНК, ведь так изящно разобраться с обороной на крае штрафной могут лишь высококлассные вингеры. И радости не мог сдержать не только Кавани, но и Златан Абрагимович, который поднялся со скамейки запасных и стал аплодировать гол у своего одноклубника. Фернандо Торрес, который спустя 8 лет вернулся в Атлетико Мадрид, уже спустя 2 месяца сумел стать лучшим игроком месяца в составе матрасников. Этому поспособствовали всего два забитых мяча, но, вероятно, покорил фанатов его гол в ворота Вилья Реала. Фернандо подловил на ошибки защитника жёлтой субмарины и побежал к воротам. Сблизившись с вратарём, Торрес не без проблем сумел прокинуть мяч через кипера, после чего ложным движением заставил защитников катиться по инерции в сторону ворот и завершил атаку лёгким ударом. А этот гол помог матрасникам набрать три важнейших очка и удержать третью строчку. Футболист Уотфорда Жерар де Олофеу отметился невероятным по красоте голом в игре Кубка Англии против Вулверхэмптона. Причём гол получился не только издевательским, но и переломным в противостоянии. После вбрасывания из аута испанец получил мяч в штрафной в окружении нескольких защитников. В такой сложной ситуации мало что можно придумать, и, возможно, передача на партнёра – самое надёжное решение. Но испанец решается бить по воротам. Пока соперники не могли понять, что случилось, мяч парашютом перелетел через всех защитников и оказался в дальнем углу ворот. Обороняющиеся футболисты делали всё верно, но такого явно никто не ожидал. И, вероятно, такой издевательский гол избил моральный настрой сопернику. Ведь именно этим голом де Олофеу начал камбэк своей команды. Поскольку в следующие 14 минут игроки Уотфорда сумели забить важнейшие два мяча в ворота волков, тем самым добыв победу в матче и выйти в финал Кубка Англии. Златан Ибрагимович не раз забивал издевательские, но одновременно и невероятные красоты мячи. Это и гол через себя с 40 метров в ворота английской сборной, это и бесконечные голы пяткой в ворота различных клубов. Но сейчас я хочу вам рассказать о самом унизительном для соперника забитом мяче в исполнении Златана. Август 2004 года. 25-летний швед уже третий год защищает цвета голландского Аякса. Ибрагимович получает пас от партнера и показывает всему миру шоу. Это выглядело так, будто Златан пришел во двор демонстрировать детям настоящий класс. Ибра оставил всю оборону соперника в дураках и навсегда вписал свое имя в истории чемпионата. Этот великий гол стал последним для Златана в составе амстердамцев. И тогда мало кому известный шведский нападающий вызвал невероятный ажиотаж вокруг своей персоны. Ведь спустя 9 дней, в самый последний день трансферного окна, он перешел в Ювентус. А чуть позже этот забитый мяч признает лучшим голом всего 2004 года. Гол с забитой пяткой – это всегда нечто зрелищное и эффектное. Пожалуй, один из самых запоминающихся голов в таком исполнении забил Луис Суарес в ворота Малерки. Но про этот шедевр уругвайского нападающего я уже рассказывал в одном из видео. Поэтому хочу сконцентрировать ваше внимание на голах Мауро Икарди и Криштиано Роналду, которые, возможно, менее эффектны, но более унесительны для соперника. На 31-й минуте матча Перишич отправил передачу в штрафную Самбдории. От защитника мяч отскочил Кикарди. Тогда Мауро, увидев, что вратарь вышел с ленточки, превосходным ударом пяткой переправил мяч мимо голкипера и защитника, которые закрывали тот самый угол, в который аргентинец и отправил мяч. Эмоции футболистов Самбдории полностью описывают всю гениальность этого гола. А гол португальского нападающего Реала получился настолько необычным и неожиданным, что винить футболистов Райо Валийкану невозможно. После подачи углового в штрафной площади началась неразбериха, но в итоге снаряд прилетел к Криштиану. В такой ситуации любой другой футболист скорее отдал бы пас на партнера, который находился рядом. Но португалец выбрал гениальное решение, ведь мощным и точным ударом по низу он запустил мяч в притирку со штангой, а вратарь лишь взглядом наблюдал за полетом мяча до самого попадания в сетку. В матче между Барселоной и Эспанолом лидеры Блауграна спа издевались над обороной гостей и забили превосходный гол. Месси приблизился к штрафной площади Эспанола и отдал передачу на Суареса. Луис моментально отдал тонкую передачу на Лео, отправив мяч через голову всех защитников. После чего Месси лёгким касанием левой ноги отправил мяч между ног Диего Лопеса. Двухметровый вратарь просто не успел сомкнуть ноги, за что и поплатился. Всё же перед такими мастерами необходимо закрывать любые свободные пространства. В 2005 году в матче между Ромой и Интером Франческо Тотти одним своим голом вызвал молчание у целого Сан-Сиро. Император здорово прошёл по центру, и находясь в 24 метрах от ворот, игрок излюбленным приёмом наказал Жулио Сезара, превосходно отправив мяч через голову бразильского вратаря. Пожалуй, никто лучше Тотти не исполнял этот приём, и по признанию самого Франческо, этот гол он считает самым красивым за всю свою профессиональную карьеру. Гол Ариена Робена в ворота испанцев просто не мог не попасть в это видео. Ведь если в большинстве случаев из видео футболисты демонстрировали своё мастерство против не самых топовых защитников, то голландец сделал это против одних из лучших игроков мира. После ошибки испанцев Уэсли Снейдер отправил идеальную передачу на ход Ариену. Робен помчался просто с немыслимой скоростью и опередил Сергио Рамоса. Приблизившись к штрафной площади, голландец повалил Икера Кассилиаса на пятую точку и мощным ударом отправил мяч в сетку ворот испанской сборной. Бедняга Икер пытался выбить мяч из-под ног Робена, но всё было безрезультатно. Ариен просто поиздевался над обороной действующих на тот момент чемпионов мира. Этим голом он поставил жирную точку в матче, отправив пятый мяч в ворота испанцев. Лицо Кассилиаса говорит само за себя. В итоге испанцы не смогли реабилитироваться после такого стартового матча на чемпионате мира, и уже в следующей игре, проиграв чилийцам, потеряли все шансы на выход в плей-офф мундиаля. Друзья, на этом всё, поэтому я с вами прощаюсь и советую посмотреть ролики, которые через несколько секунд появятся на экране.